Вот так вот, на улице минус 8, но дверь-окно надо оставить открытой, хотя бы на час. Ай-яй-яй-яй-яй! Привет всем! Бонрур! С вами французская деревня Зимняя, и я Анжела. Во Франции невиданные погодные условия. Падает снег на территории всей страны. И в некоторых местах такой снег не видели с 1984 или 1986 года. Очень холодно. Сначала замерзло одно ухо, в которое ветер дул. А потом, когда изменило направление движения, замерзло уже другое ухо. Ветер ужасно-ужасно холодный. Вы знаете, этот ветер, который дует зимой с севера-востока, во Франции называют Москва-Париж. Муску-Париж. Ветер Москва-Париж. А вот этот холод такой дикий называют сибирским холодом. Но все открывают окна в спальнях. У нас есть соседка, которая оставляет окна в спальнях открытыми весь день. Я говорю мужу, а сегодня, вот когда минус 8, что она будет делать? Ну уж до обеда она точно оставит окна открытыми. Спальни во Франции не отапливаются. Например, весной, осенью обычно не отапливаются. Французы любят спать в прохладе. Ну а, конечно, в такую погоду, когда на улице минус 3, минус 5 или даже больше, конечно, спальни отапливаются. Где-то за 2 часа до того, как идти спать, включается отопление в спальне. Потом, когда люди идут спать, отопление выключается. Иногда забываем отключать. Тогда приходится ночью вставать и отключать, потому что очень жарко. И, вы знаете, я вот привыкла так спать, и мне так удобно. Когда я была в Москве, а там, вы знаете, очень жарко в квартирах, мне было неуютно даже с открытой форточкой. О чём я хотела рассказать вам сегодня. Летом прошлого года я проходила тестирование, то есть прошла все тесты и прошла собеседование на то, чтобы меня включили в группу, которая будет изучать целый год. Разные дисциплины при высшей школе у нас в городе. Это что-то типа университета. Для того, чтобы получить новую профессию. Я тогда думала идти на формате Ахададульта. Кто со мной давно, те знают. Это человек, который делает свою программу по какому-то предмету. И идёт, значит, собирает группу, идёт их обучать людей. Или же, например, такого человека вызывают на предприятии, чтобы он провёл курс обучения. Например, есть большое предприятие. У этого предприятия три филиала. Есть, значит, три секретаря. Приглашают этого формата Ахадуэха, чтобы он учил этих секретарей современному ведению дела. Ну, это так, чтобы просто объяснить. А так, например, я могу собрать группу и учить людей пользоваться компьютером. Потому что, должна сказать, во Франции компьютерная грамотность населения, особенно возраста старше среднего, оставляет желать лучшего, скажем так. Организуется много групп мэрии, организовывают такие группы, где собираются люди, приходит формата Ахадуэха, вот этот человек, который ведёт курс, и учит их пользоваться компьютером. Да много таких курсов. Я, например, могу вести уже курсы оптимизации контента в социальных сетях. Я этим занимаюсь успешно и могу даже вести такой курс. Правда, это такая штука, которая нужна не всем. Я могла бы уже создать курсы по пермакультуре. У меня есть даже практика. То есть у меня есть возможность пригласить группу, вести теорию и показывать им на практике, как это всё происходит. Меня не взяли тогда, потому что было много народу. Было больше 20 человек на 6 мест. Все были французы, и почти все были моложе меня. Конечно, французское правительство в первую очередь старается пристраивать молодёжь. Ну и мы, те, которым было за 40, а уж тем более за 50, остались за бортом. В понедельник мне позвонил человек из этого университета и сказал, что если вы ещё заинтересованы, то с апреля в апреле мы собираем новую группу, и вы приняты по результатам вашего собеседования и ваших тестов. У вас всё в порядке. Мы вас принимаем, но остаётся решить финансовый вопрос. И я села и подумала, а вот оно надо ли мне. Потому что, когда меня тогда не включили в группу, я очень обрадовалась. Я подумала, что не хочу я быть уже форматер. Мне проще самой работать, чем учить этому других. Проще, и мне как-то это больше нравится. Я меньше устаю, если сама работаю, чем когда, знаешь, стоишь перед группой, объясняешь, рассказываешь. Это очень, как говорят французы, фатикан, устаёшь. Сразу я стала думать, что я делаю, зачем мне это надо. Потому что, если я пойду ещё учиться, это пять дней в неделю учиться, два месяца ходишь в университет, потом два месяца проходишь стажировку на предприятии, ещё два месяца в университет, ещё два месяца стажировка в предприятии. Это вообще-то очень интересно. Я бы хотела, но уже как-то не хочу на эту профессию, на форматах от адюльта. Я подумала, что как я осилю. Дом? Ну, хорошо, по дому, ладно, помощник у меня есть. Но, как-никак, у меня маленькие огороди, которым в прошлом году я почти не занималась, потому что не было времени. У меня мой канал, который занимает очень много времени, потому что я делаю всё. Я снимаю, я монтирую, я оптимизирую. Кроме этого, помимо этого, я поняла, что не хочу учиться. Хочу жениться, как говорится. Несколько дней назад в одной русской группе, по-моему, в Фейсбуке или где-то ещё, я видела такое сообщение от дамы, которая писала, о, меня записали на актив про Ж, это такая фигня, я хочу что-то серьёзное, а меня на фигню. У меня на канале есть видео и про актив про Ж, и про про компетенц. Говорила в этих видео и продолжаю настаивать на том, что это важно. Когда вы идёте на актив про Ж, кроме того, что вы открываете в себе возможности и вы понимаете ваши психологические порывы делать то или это в профессиональном плане, кроме этого у вас открывается возможность к обучению, потому что человек, который ведёт с вами актив про Ж, он потом отправит свой отчёт на биржу труда, и там будет написано, что вы будете успешны вот в той профессии или в этой профессии. Поэтому, когда появятся курсы обучающие, так называемые форма Сьё, вы пишете своему консультанту на бирже труда, что вот есть такая форма Сьё, хочу участвовать, потому что мне рекомендовано это актив про Ж. Актив про Ж – это не фигня какая-то, это организовано государством, то есть это на государственном уровне, и это серьёзная рекомендация. И когда вы просите это обучение, к тому же у вас есть рекомендации, что вы можете этому обучаться и можете быть успешны потом в этой профессии, то, конечно же, у вас есть больше шансов получить финансирование на это обучение. Этим моим видео я призываю вас не упускать возможности, не относиться свысока к тем возможностям, которые нам предлагают судьба, жизнь, страна. Спасибо, что вы остаётесь со мной. Кто ещё не со мной, подпишитесь на мой канал, пишите комментарии, жмите на колокольчик, ставьте лайки, если нравится моё видео. А самое главное – будьте здоровыми и счастливыми, берегите себя и берегите друг друга. До новых встреч. Au revoir. A bientôt. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok